Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 17 декабря Варвара Зимняя, Заваруха В этот период по одному из древних славянских календарей отмечается день Марьяны и Марены Декабрь считался воротами зимы В старые времена его называли Студень, Хмурень, Стужайло, а еще Просень, Просенец Связаны они были с названием синеватого цвета, который в народе именовался Просень Такого цвета, согласно представлениям крестьян, были снежные сугробы и лед белые, но отдающие в легкую синеву То ли от того, что забеливший землю снег света прибавлял То ли из-за ясной солнечной погоды, стоявшей в эти морозные дни Но с чьей-то легкой руки пошла о Варваре Заварухе по миру молва Будто она кусок от ночи урвала, а ко дню притачала Но до солнцеворота еще больше недели оставалось, так что это известие можно было отнести к разряду неверных или, скажем, преждевременных А Варвара не светом, а крепкими морозами в народе славилась Придет Варюха, береги нос до уха К Варвариному дню зима дорогу заварит, мосты замостит И все это было лишь началом декабрьских холодов Потому что Варвара мостит, Савва гвозди острит, а Никола прибивает Говорят, в эту пору ходит по земле сам Дед Мороз Вздохнет поглубже, все вокруг замрет в ледяном оцепенении Скажет слово, оно снежным облаком на землю упадет Топнет ногой, затрещат, заохуют в лесу деревья, стужей скованное И не найти на такого лютого деда управы Разве что на теплой печи схорониться А выходя из избы, закутаться потеплее, надвинув шапку на брови, а шарф до подбородка натянув Хотя и в этом случае трудно будет от морозных подщечин уберечься Которые на лице долго красными отметинами полыхают А вот молодежь морозкиных подщечин не боялась И когда на улице было много снега А у девушек и парней появлялось свободное от домашних дел время Молодежь отправлялась кататься на санях с гор или строить снежные крепости А катание с гор было делом непростым Можно было, конечно, и так скатиться Но ведь при таком катании ни один тулуп долго не продержится Поэтому в русских деревнях катались на ледянках Сбивали две доски, обливали их водой и выставляли с вечера на мороз А днем летели на них с горы с ветерком Некоторые катались в большом деревянном корыте В него могли сесть сразу несколько человек Катались и стоя Вставали друг за другом, клали руки впереди стоящему на плечи И таким поездом скатывались с горы До подножия он доезжал редко Потому что кто-то спотыкался, падал и тянул за собой остальных Либо один из шутников, стоящих на склоне горы С разбегу прыгал на поезд И тогда все кувырком скатывались вниз Так и веселилась молодежь в зимние снежные да морозные деньки И с хорошим настроением И с светящимися от задора глазами И ярким румянцем на щеках Бежали домой Попить чайку Да поделиться своим настроением с домашними Счастья и здоровья вам, славяне! Братья-месяцы Братья-месяцы